Азарт, деньги и холодный расчет. В преддверии новогодних каникул давайте посчитаем, когда выгодно брать отпуск и как скажется на размере отпускных дробление отпуска на части. Как гласит Трудовой кодекс, по соглашению между работником и работодателем, ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, одна из которых должна быть не менее 14 календарных дней. Количество частей при этом законом не ограничивается, но обычно это две. В целом дробление отпуска на части несущественно влияет на сумму начисления, за исключением таких редких случаев, когда вторую часть отпуска вы используете после повышения зарплаты или после момента, когда на предприятии выплатили большую премию. По подсчетам экспертов Росконсалтинг Аудит, если вам нужно больше дней, стоит оформлять отпуск только на рабочие дни без выходных. В этом случае у работника накапливаются, так скажем, дополнительные дни отпуска. Если нужно больше денег, можно оформлять отпуск на выходные дни. Так когда же выгодно взять отпуск в следующем году? У экспертов такой совет. Выбирайте месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2019 году это июль и октябрь по 23 рабочих дня по графику пятидневной рабочей недели. На один день меньше в апреле, августе и в декабре 2019 года в эти месяцы 22 рабочих дня по пятидневке. Не выгодно брать работнику отпуск в январе 2017 года, ой, 2019, извините, там всего 17 рабочих дней и в мае 18 рабочих дней. Зато на Новый год все равно все поумерят траты после декабрьского шопинга, а в мае дачи. В общем, экономика страны и личный бюджет, суть живое и интересное. Считаем и наблюдаем.